Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и мы говорим про Волкин. Разработчики выпустили пост и написали целую статью на Medium по поводу того, что такое ранги и колесо фортуны. И уже до конца этой недели разработчики должны выкатить новое обновление в игре, в которой заработают эти ранги. Давайте же разбираться, какие есть ранги, что нужно сделать, чтобы повысить свой ранг, и какие призы мы можем получить за эти ранги. Вот так вот, кстати, выглядит наше колесо фортуны, то есть оно реально так и будет выглядеть, и вы сейчас увидите реальные призы, которые здесь есть. Это Мисс Борис, Гемы, Волкин Токены и Лут Бокс в качестве джекпота, но о призах мы поговорим чуть позже поподробнее. Но первое, что будут давать нам система рангов, это колесо фортуны, то есть чем выше у нас ранг, тем более дорогие призы мы сможем забрать у этого колеса фортуны. Где же мы сможем увидеть наши ранги? В общем-то это будет на первой вкладке, на вкладке Wallet, будет вкладка My Account Statistic, то есть зайдя в нее, мы там будем видеть уже вот сразу наш ранг, видите он ранг 7. Также будет у нас более детальная статистика, будет здесь возраст аккаунта, количество дней, которые мы играем, количество катлетов у нас есть, сколько у нас NFT катлетов, то есть катлет же может быть и NFT, сколько у нас генезисных катлетов, ну как вы понимаете, это все параметры, которые будут влиять на наш ранг. Ранги будут обновляться один раз в день, об этом дальше поподробнее. Ну и как вы видите, здесь тоже можно увидеть, да, все вот эти уже параметры, сколько токенов у нас на балансе, сколько шагов мы прошли, средний дневной баланс, в общем-то такие будут у нас параметры, об этом опять же чуть попозже. Также стоит обратить внимание, что ранги динамичны, как я сказал, они обновляются раз в сутки, ну точнее не чаще, чем раз в сутки, в зависимости от того, когда вы заходили. Если вы сегодня зашли, допустим, в 3 часа дня, а завтра вы откроете в 2 часа дня, и допустим вы уже сделали какие-то действия, которые должны повысить ваш ранг, он не повысится до 3 часов, то есть вы должны зайти после 3 часов следующего дня, чтобы ваш ранг пересчитался. Так эта система работает. А теперь же давайте посмотрим на то, какие именно требования нужно будет выполнять, чтобы повысить свой ранг. Сейчас их, как видите, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас объявлено 8 критериев, по которым будет просчитываться наш ранг. Возраст аккаунта. Как видите, у нас вверху 10 рангов, их всего 10. И, в общем-то, ну 50 дней, наверное, есть уже практически у всех, кто играет в волки, ну в большинство, то есть по этому параметру, то есть у меня максимум. Количество катлетов, которые вы имеете, вот здесь непонятно, ну точнее, это вторая колонка, наличие именно NFT катлета. Но если здесь стоит либо галочка, либо крестик, то есть нужно иметь, по крайней мере, одного. Ну, здесь пока что не уточняется, но я думаю, количество это будет разным, потому что, ну здесь непонятно, просто стоит галочка, но я думаю, здесь будет типа 1, 2, 3, 4, 5. То есть для ранга ниже пятого не нужно вообще не иметь ни одного NFT катлета. То есть можно иметь просто катлета, не платить этих там 200 вокен токенов, чтобы сделать их NFT-шными, и вы будете, можете дойти до четвертого ранга. Дальше нужно будет иметь NFT айтем, это имеется в виду шмот. Опять шмот нам понадобится, опять же, уже на шестом уровне. Ну, в смысле на шестом ранге. На шестом ранге уже нужен NFT шмот какой-то. Среднее количество токенов на балансе. То есть должно быть для шестого ранга не меньше 500 токенов в среднем за 3 дня. Для седьмого не меньше тысячи в среднем за 5 дней. Ну вот я попадаю вот в этот. Ну, я так чувствую, что седьмой ранг у меня и будет. Потому что, ну, реально держать на балансе 3000, ну, до 3000 я могу докачаться, но 5000-10 тысяч держать на балансе в течение 15 дней, ну, такое себе удовольствие. Количество генезисных катлетов. Опять же, генезисные катлеты нужны будут только на ранге уровнем выше восьмого. То есть один, два, либо три. Количество шагов в день в среднем. Ну, я хожу, в принципе, 10 тысяч. Я по этому параметру прохожу сразу на десятый ранг. Но реально мой ранг будет седьмой. Ну, если постараться, то за счет токенов можно выйти на восьмой. Среднее количество боев. Ну, тут у меня катлетов 5. У меня боев просто, ну, за глаза хватит. И количество катлетов нужного уровня. Как видите, для первых скольки там, шести рангов, нужно просто иметь катлета... Одного катлетов там, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого уровня. На шестом ранге нужно иметь катлета одного восьмого уровня. На седьмом нужно уже иметь два катлета восьмого уровня. Опять же, у меня они есть. Я сюда прохожу. И опять же, если постараться, я могу... У меня уже там две с половиной тысячи гемов. Я смогу, в принципе, перейти на восьмой ранг. Ну, даже если, наверное, постараться, можно будет перейти и двумя катлетами на десятый ранг. И до девятого дойти. Но для этого нужно будет иметь уже 5000 вокинг токенов на балансе в течение 15 дней. То есть, ну, сюда не так просто попасть. Вот такие, в общем-то, требования, ребята. Так что, все, кто играет сколь-нибудь долго, да, легко, в принципе, попадает там на седьмой ранг, на восьмой, чтобы постараться. А на девятый, десятый нужно реально закидывать бабки. Ну, в вокинг токенах. Ну, и вот здесь, да, та же расшифровка, да, возраст катлета, наличие NFT катлеты, NFT предметы, минимальный средний баланс, генезисные. Ну, здесь все то, что я вам рассказал. Ну, опять же, оно может корректироваться. Количество чего-то там уровней и так далее. Также обратите внимание, что если ваша там шмот либо катлет находится либо в карантине, либо на продаже, он не попадает в эту статистику и в расчете ранга не участвует. Теперь по поводу колеса фортуны. Чем выше у вас ранг, тем больше у вас будут награды. Дальше там есть отдельная целая табличка по этому поводу. Основными призами являются гемы, миссберис и волкин токены. Давайте вот так вот посмотрим. Лутбокс считается здесь суперпризом. Ну, сектор плюс на барабане. В общем-то, суперпризом. И то, какой у вас будет лутбокс и сколько вам будут давать там гемов, миссберис либо волкинов, зависит напрямую от вашего ранга. Джекпотом, в общем-то, называется у них лутбокс. И давайте теперь посмотрим, какие же у нас награды. Здесь, кстати, не очень мне все дело понравилось. Давайте начнем с конца. Смотрите, лутбокс. То есть на рангах до третьего вам выпадает, может выпасть джекпотом базовый шмот. То есть, ну, фигня. Дальше на ранге четвертом, пятом, шестом вам может выпасть супер шмот. Ну, это еще куда не шло. На моем ранге, да, теоретически, седьмом, восьмом, мне может выпасть премиум шмот. Это, в общем-то, хорошо. Этот параметр хороший, на самом деле. Лучше премиум шмот, чем обычный кот. Потому что на десятом ранге вам будет выпадать только бейзик кэтлет. То есть, дешевый, ну, просто NFT-шный катлет шестого уровня, по факту. Ну, мне такое дело особо не нужно, как говорится. Не нужен нам ваш интернет. Но, знаете, что я, ну, вот глядя на эту таблицу, я делаю вывод, с которым, я думаю, многие из вас согласятся. Что это не конец таблицы. У нас будет супер, супер кэтлет бокс. Ну, и дальше еще у нас будет, типа, премиум бокс с котлетами. Я думаю, вот к этому они рано или поздно дойдут. Колесо можно вращать два раза в сутки. Первый раз мы платим 2 гема. Второй раз мы платим 5 гемов плюс 30 мисс Берис. Ну, не знаю, дело в том, что они же все-таки, они же не дают нам вероятность выпадения призов на барабане. И потому, как бы, рассчитать целесообразность платить 5 гемов плюс 30 мисс Берис, ну, я не знаю. Допустим, я хожу в день 10 тысяч шагов, то есть, мне дается в день 15 гемов. Ну, то есть, за 2 гема крутить я, скорее всего, буду. Ну, в принципе, те люди, которые, видите, они хитро сделали. То есть, люди, которые ходят много, вот есть, которые не хотят тратить деньги, у них реально там есть уже по 5 тысяч там гемов. Они, у них один котлет бесплатный, то есть, они его, они не хотят даже там 10, 20, 50 долларов кидывать сюда на покупку вокинг токенов, чтобы, в общем-то, прокачать своего перса там до 10, у них хотя до 10 уровня. У них гемов реально тьма, потому что они ходят долго и много, например, курьеры. А деньги они, ну, не хотят тратить. И получается, у них упираются в то, что они мало зарабатывают вокинг токенов за бои. Они, допустим, находятся на 6 уровне, и чтобы насобирать им вокинг токены там естественным путем для прокачки на 7, 8, 9, 10, это надо полжизни потратить. И вот такая вот ситуация получается. То есть, гемов много, а что с ними делать? Ну, и вот пока что колесо фортуны будет вот решать, ну, немножко эту проблему. Хотя, реально, если вот у меня, допустим, 2500 гемов, ну, я это колесо крутил бы, ну, бесконечно, грубо говоря. Я думаю, что ограничение как-то слишком жестокое для таких людей. Ну, что, крутнуть 2 гема? Ну, что такое 2 гема, если у человека 5000 гемов? Ну, блин, он бы крутил это колесо до бесконечности. А вот то, что они ввели 30 мисберис, это сделано специально, да, чтобы ты вот, как бы, таким людям ограничили возможность. Он бы, может, и покрутил бы его там 500 раз, это колесико. Но 30 мисберис надо покупать. Если у тебя один катлет, вот про ту ситуацию, про тех людей, про которых я рассказал, у них, допустим, один катлет, у них не может быть много мисберис. То есть, они не прокачались до сих пор, и там не знают, куда девать свои гемы, именно потому, что они не хотят вкидывать деньги, а их заставляют покупать мисберис. Потому что у них один катлет, то есть они не могут много проигрывать и зарабатывать много мисберис. Ну, я в день зарабатываю, не знаю, что там 20 мисберис, не знаю, сколько там мне падает. Я еще кое-как могу, допустим, это колесо крутить, но у меня 5 катлетов, у меня много боев. А те, кто экономят, ну, для них это, ну, такая какая-то подстава. Ну, а в целом, система хорошая, полезная штука, как бы, дополнительный стимул. Опять же, не требует от нас каких-то дополнительных вложений, ну, кроме, опять же, 8, 9, 10 уровня, ну, точнее, ранга, в который нужно тупо закидывать walking токены. Это, короче, мне не нравится. В целом, норм, но вот эта вот тема, ну, вот здесь они в начале статьи как раз писали о том, что вот гемы не только для повышения уровня, вот про тех людей, которым некуда гемы девать, они вроде как прислушались, и колесо фортуны это вот прям для них, но с такими раскладами, вот такими раскладами, это не для них. Это вот для людей, у которых намного больше катлетов. У которых проблема не в катлетах и не в том, чтобы вкинуть деньги там за walking токены, а проблема именно в гемах. Ну, я, в принципе, тоже, да, больше упираюсь в гемы. Я вот насобирал 2500, я могу, как бы, качнуть кого-то там на 10 уровень. Если вы помните, у нас есть такая табличка, где я делал много расчетов, и чтобы качнуть нам с нуля, получается, на 10 уровень, нужно 2000 гемов и 3000 walking токенов. В принципе, я двоих катлетов, да, спокойно. У меня два катлета 8 уровня, то есть мне нужно с 600 по полторы, ну, 3000, да, грубо говоря, чтобы качнуть двух катлетов с 8 на 10 уровень, так получается. Да, ну, да, типа 2000 минус 700, то есть 1300 на 1, то есть 2600, да, нужно, чтобы качнуть двух катлетов. То есть по гемам, в принципе, я уже прохожу, ну, при желании, да, я могу уже качнуть своих, у меня 2 восьмого уровня, я могу качнуть их на более высокий уровень. Так что не забывайте про эту таблицу, ребята, ссылка на этот файл всегда в описании. Также в этом файле на первой вкладке есть и расчет там по бсв, кто пользуется, график и все полезные ссылки здесь тоже есть. Ну, в общем, ребята, до конца недели обновление должно выйти. Всем, кому понравилось, ставим лайки и до скорых встреч.